Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить снова про микросервисную архитектуру, в частности, про такое важное понятие, как адемпатентность. На самом деле, давайте посмотрим, что описано про нее в википедии, чтобы не вводить вас в заблуждение, я просто прочитаю. Итак, адемпатентная операция в информатике – это действие, повторение которого эквивалентно однократному. То есть, сколько бы вы раз не повторяли одно и то же действие, результат этого действия будет один и тот же. Например, такое же понятие существует в математике, когда вы там умножаете на ноль или умножаете на единицу. То есть, сколько бы вы раз не умножали, все равно вы не в аккаунт сови, так сказать, получите все тот же самый ноль или, соответственно говоря, все то же число, если будете умножать на единицу. Примерами таких операций, если говорить, опять же, про информатику, то есть про, допустим, веб-приложение, SP.NET Core-приложение, то примерно, допустим, могут послужить запросы GET, запросы PUT, в какой-то мере, может быть, даже запросы DELETE. Ну вот давайте перейдем на следующий слайд, и я покажу следующее. То есть, эдемпатентные запросы — это GET, PUT и DELETE. DELETE — это в том смысле, когда вы не реально удаляете запись, а делаете пометку. Ну, понятно, это частный случай PUT, но тем не менее, да, там изменение статуса из DELETE TRUE или пометод из DELETE это равен там OK, там еще что-то типа такого, да. В общем, DELETE — это частный случай PUT, когда реальная запись не удаляется. И не эдемпатентные запросы. Опять же, если говорить про DELETE, то это реальное удаление. Вы не сможете второй раз удалить запись, ну, как бы понимаете, да, чем я говорю, если вы ее реально уже удалили. Но даже если сделать обертку, которая будет говорить о результате операции, то есть было успешно удалено, то, в общем-то, можно реализовать его эдемпатентность. Но это будет такая псевдо... Ну, ладно, не будем углубляться в псевдо-понятие, поэтому крым про POST. POST, на самом деле, это вот один из самых неэдемпатентных типов запросов, когда вы при каждом посте в базу данных сохраняете новую запись. И сейчас я хочу на конкретном примере показать, почему эдемпатентность очень важна, особенно в микросервисной архитектуре. Особенно, когда вы работаете с многим количеством... Ну, ладно, поехали дальше по ходу. В предыдущем видео я показывал работу Background Worker вот в этом вот GitHub-репозитории, в котором есть, собственно говоря, давайте я вам прямо сейчас покажу, и заодно определюсь... Стоп, задний ход. Какую версию мне нужно взять? Значит, у нас есть контроллер стартап. Да, я показывал EveryMinute Hosted Service, RAID Update и QIT Service. Вот это было в последнем видео. То есть мне нужно вернуться буквально совсем даже назад и взять версию для видео 2. И здесь, видимо, будет то, что я хочу. В общем-то, на самом деле, неважно, как вы, собственно говоря, реализуете это у себя, мне главное вам показать, ну, с чем нужно вот работать, в какую сторону смотреть. И я это приложение использую всего лишь как процесс. Да, вот этот еще активный в этой ветке, поэтому я, собственно говоря, его возьму. Для этого я переключусь в свой Worker. Здесь у меня вот видео. Кстати, здесь посмотреть тоже можно. Да, можно сделать так. Ну, и тогда я вот из этой ветки сделаю новый бранч. Видео, ну, пусть будет 3. Вернее, это уже 4. 4. Видео 4. И здесь у меня... Да, используется старый подход. Вот этот самый Price Calculation. Собственно говоря, кто не видел, давайте просто поясню. Итак, у меня есть какой-то процесс, который срабатывает каждую минуту и записывает какие-то данные в таблицу. То есть производит тот самый пост. Давайте его найдем. Так, у меня здесь что-то много проектов. Давайте сделаем один. Давайте закроем все лишнее. Давайте найдем теперь EveryMinuteHostedService. Так, он у меня запускает процесс поиска. А второй, который обновляет автоматически, но каждый час его не делает. Вот, append work to download rates. Отличный вариант. Мы его поставим в выполнение каждую минуту. Я, естественно, вас не буду заставлять ждать каждую минуту. Я скажу, чтобы он перекручивал. Я имею в виду, что он... Я буду проматывать. EveryPostToDatabase. Ну, вот как-то вот так вот. И смотрите, я сейчас покажу, что делает этот метод. На самом деле, нам вообще не важно, что здесь происходит, что за сущность. Главное, что есть какая-то хрень, в смысле какой-то метод, который каждую минуту из хостед сервиса будет сохранять в базу данных как раз вот этот вот какой-то work. Опять же повторюсь, нам абсолютно не важен контекст. Нам важно, что сейчас это сработает, и запись попадет в базу. Ну, и вот, опять же, создалась вторая. Давайте посмотрим. Да, вот они создаются. То есть на данном этапе, собственно говоря, никаких проблем. Нету что-то, куда-то записывает какую-то запись. Мы это можем легко использовать, но это только начало, так сказать, процесса. Итак, подготовительный этап закончен. У нас подготовлено одно приложение, которое каждую минуту на основании хостед сервиса, то есть какого-то бэкграунд-воркера, будет в базу данных записывать определенную там какую-то запись. А теперь нужно сделать следующее. У меня вот этот проект настроен на использование докер-файла, в смысле, вернее, докера. Сейчас я вспомню, как это вот так вот. Вот он, вот он, этот самый докер-файл. Он генерируется автоматически. В Visual Studio это успешно делает. В общем-то, собственно говоря, нам не важно. Мы сейчас не докер изучаем. И тем не менее, для того, чтобы создать имидж с этого файла, вот, я переключился в Windows терминал. Теперь можно построить имидж. Докер. Мы скажем build. Я скажу, что я хочу, ну, допустим, так, Calabongo, Worker. Ну, пусть будет версия, может быть, потребуется. I1, TechName1, build из докер-файла. И он находится в этой папке, поэтому я в конце поставил точку, нажимая Enter, у меня пошло построение имиджа. Итак, так как у меня 4 проекта, каждый из них сбилдился, задеплылся, и у меня создался, вот здесь вот видно, что у меня создался Calabongo Worker1. И теперь мне нужно вот эти процессы, вот этот вот имидж запустить в контейнере. Ну, то есть я буду запускать это в 4 контейнерах. Мне нужно, чтобы было... Ну, давайте для начала в 2 и посмотрим, что происходит. Итак, для начала посмотрим, что у меня есть. У меня есть SQL сервер, которому нужно подключиться. У меня есть partner. Pantainer тоже неплохо звучит. И мне нужно запустить здесь еще некоторое количество инстансов этого самого имиджа. Ну, для начала докер имиджес. Давайте посмотрим, что он там есть. Да, есть. Версия его 0.54. И теперь, собственно, где-то я уже здесь писал. Docker Run. Нет, секундочку. Вот. Как раз, наверное, то, что нужно. Я просто изменю, чтобы сэкономить ваше время. Потому что мне нужно подключиться к SQL серверу, который у меня установлен. Я его назову вот так вот. Worker 1. Worker 1. Docker. Та-та-та-та. И старт. И можно наблюдать, что у меня стартанул один сервер. И теперь давайте посмотрим базу данных. У меня сейчас ничего нет. Но он, как вы понимаете, должен выполнять свою работу и каждый момент времени записывать данные. То есть, вот у меня не произошло подключение. Отлично. Хорошо, что я проверил. Да. Я не указал, что мне нужно подключаться к внутреннему SQL серверу, который находится вот здесь. Сейчас мы это исправим. А контейнер, соответственно, можно пока удалить. Так быстрее и проще. И для того, чтобы удалить его, вернее, я не столько удалю его, сколько поправлю конфигурацию. Здесь у меня конфигурация идет на localhost. Я, во-первых, я использую так называемый usersecrets. И вот как он выглядит. Я скопирую вот эту строчку. И в production, потому что при deployment используется production, так что я вставлю сюда это значение. Здесь напишу не localhost, а SQL сервер. Это название докер-контейнера, в котором SQL крутится у меня. Вот, я показал, вот оно. Итак, теперь мне нужно пересобрать имидж. Давайте я сокрою все. И переключимся в терминал и поставлю здесь версия 1. Отлично. У меня собрался новый имидж. Давайте теперь его запустим в докере. Теперь у меня версия 1. Нажимаю Enter. Docker создал версию 1. Смотрим. Да, смотрите, все подключилось. И теперь, как только мы увидим, что у нас появилось какое-то сообщение в консольном приложении, мы сразу можем посмотреть изменения в таблице. Ну вот, в логах проскочило сообщение о том, что у нас создалась запись. Теперь можно переключиться, посмотреть, что в базе она появилась. Да, у нас теперь приложение работает из докера и также пишет базу данных. Дальше. Дальше будет интересно. Дальше я создам второй контейнер из этого имиджа. И посмотрим, что будет в этом случае. Я удалил все записи в этой таблице. Теперь запускаю еще один контейнер. И теперь вы можете видеть, что у нас их работает два. V1 и V2. И теперь подождем минутку. Так, это нам пока не нужно. Откроем какой-нибудь из них. И вот таким вот хитрым образом будем следить за тем, что происходит в бэкграунде. Отлично. У меня появилась запись. И здесь, как вы теперь можете видеть, каждый из инстансов, запущенный в контейнере, каждый из них создал по записи. Мне это совершенно не требуется. Я не такой себе строил функционал. Поэтому давайте решать эту проблему. Для начала я удалю контейнеры, которые запустились. Они мне не нужны. Чтобы они ничего не писали в базу. Здесь, соответственно, удалю записи. И переключим все в Google Studio и решим эту проблему. Эту проблему может решить как раз адемпадентность в запросе. Итак, как достичь вот этой вот адемпадентности? На самом деле, в моем варианте это решить очень просто. То есть, каждую минуту я буду генерировать какой-то ключ, сохранять его в какое-то поле. Я, кстати, не буду его специально создавать. Я воспользуюсь одним из тем, которые существуют. Итак, какое-то поле. Я буду записывать ключ, который будет создаваться каждую минуту. И, соответственно, каждый сервис, каждый инстант сервиса, который будет стартовать, он будет генерить тот же самый ключ на эту минуту. И он не будет сохранять базу данных. То есть, он будет скипаться. То есть, пропускаться. В вашем случае, возможно, потребуется другой принцип. Но суть в том, что адемпадентность, она зависит от каждой ситуации. И ее нужно внимательно изучить. И, собственно говоря, реализация будет зависеть от того, какие у вас бизнес-процессы и что они используют. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть в сущности work, куда мы можем что-нибудь записать. У нас есть name и, допустим, ну, я только для примера. Вот, допустим, у меня есть свойство, которое стринговое. Вот, например, processing result. И еще у меня должна быть какая-то... Вот, dependency, string. Отлично, я как раз сюда и буду записывать. Итак, первым делом мне нужно найти вот этот вот, который запускает процесс, download, якобы создает здесь у меня какую-то запись. И вот в этом месте, перед тем, как создать запись, я буду проверять, есть ли... Нет, давайте все-таки не есть ли, а немножечко по-другому сделаем. Вот у меня репозиторий. И после него я смогу сказать var key. Равно пока оставим так. Теперь exists. Нет. Итак. Var exist равен репозиторий. get first of default. Здесь напишем предикат. И здесь скажем вот таким образом. Так. xDependency не равен null и... Нет, вот так вот. xDependency... Давайте в следующую строчку перенесем. xDependency contains как раз вот этот кей. То есть мы получили, что у нас запись существует. Тогда мы делаем проверочку. Если exists равен null, вернее, если не равен null, тогда return. То есть у нас запись уже в базе есть, поэтому мы никаких новых не создаем. Но в противном случае, конечно, будем создавать. И теперь осталось только сгенерировать ключ. Еще раз. Для моей ситуации, которая каждую минуту создает запись в базе данных, мне достаточно определить, что на данный момент записывается вот ежеминутная запись. И для этого я сделаю dateTime now. Допустим. Так. Давайте я скопирую. Даже вот так скопирую. И скажу, что пусть это будет год. Дальше пусть это будет месяц. Пусть это будет дальше. Пусть будет день. Ну то есть настолько уникальный, что просто дальше уже уникальный некуда. Часы. И еще раз. Это будут уже минуты. То есть вот такой вот уникальный ключ, который просто переберет все возможные свойства даты. Ну и таким образом получается, что при сохранении в конкретную таблицу, в конкретной записи, несколько инстансов будут получать этот ключ одномоментно. И кто первый запишет, в общем, тот молодец. Остальные все идут лесом. И теперь мне нужно отбилдить этот проект. И теперь мне нужно пересоздать образ. Давайте я сделаю clear. И вот так вот build. Сделаем 2. И запустим. Отлично. Создался. Теперь. Так. Я уже удалил все инстансы. Да. И теперь давайте поднимем сразу. Ну, во-первых, вторая версия. И поднимем. Ну, давайте. Сколько я успею поднять их за минуту. Перед тем, как начнет это работать. Ну, наверное, допустим, первый пошел. Допустим. Второй. Допустим, третий. Давайте еще один создадим. Ну, в общем, думаю, достаточно. В общем, допустим, у вас на продакшене работает раз, два, три, четыре версии одного и того же сервиса. Вот перед вами база данных. Вот она сейчас пустая. Смотрим, что у нас сцепится в базу. И делаем выводы. Ну, вот завершилось неудачей. Ну, как говорит одна моя знакомая проститутка, и про старуху бывает порнуху, как вы видите, я поспешил и не вызвал здесь await. А что-то мне подсказывает еще, что я не только не вызвал, но и не сохранил этот ключ в базу данных. Да, это было бы печалька. Давайте запишем. Dependency равен ключ. Не-не-не, не настолько ключ. Вот такой ключ. Да. Давайте теперь снова пересоберем. И, в общем, проделаем те же самые операции, что и делали раньше. Где-то есть у меня здесь build, третья версия build. Отлично. Пока она собиралась, я почистил все контейнеры. И теперь будем запускать, давайте их по-новому. Так, теперь мне нужно найти и поставить версию 2. У второго... Опс, стоп. Неправильно запустил. Удалим его. Поставим версию 3 для второго. 3 для третьего. И 3 для четвертого. Итак, у нас раз, два, три, четыре контейнер. О, а первый работает на второй версии. Это неправильно. Еще раз, прошу прощения. Первый на третьей версии. Надо быть с этим внимательным. Итак, смотрим. Так, у нас уже состоялась запись в базу, пока я всем этим занимался. И тут сейчас... Ну и как вы видите, теперь у меня создается одна запись. Давайте немножечко перемотаем и посмотрим еще раз на время. Вот, произошла еще одна запись. Обновляем. И теперь у нас всего лишь две записи. Ну и смотрите, в 7.47, в 7.48 это UTC время. Я напоминаю, что у меня работает раз, два, три, четыре инстанса, которые пишут базу. И они все пытаются записать. Но тут срабатывает принцип, кто первый, тот и записал. Вот так. Ну, в общем, вот это вот и называется демпадентность в такой вот реализации. Простой. Опять же повторюсь, основных правил, то есть таких правил, что вот создаете эту запись с таким-то названием, по такому-то тайму там, или там создаете поле, такого нет. В каждом случае демпадентность влияет от того, как вы реализуете, и конкретно зависит от тех процессов, которые вы пытаетесь реализовать. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Я показал, что хотел. Всего доброго, хорошего вам легкого дебага, и пишите комментарии, шлите письма и деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!